Персонализированная, предсказательная и превентивная. Такой должна быть современная медицина. Новосибирские ученые над этим работают. Сейчас в Институте химической биологии и фундаментальной медицины изучают, как ведут себя одни и те же лекарства в разных организмах. В масс-спектрометр загружают образцы биоматериала и смотрят, как препараты усваиваются, с какой скоростью выводятся и в каких концентрациях действуют максимально эффективно. Начали с фарфарина, лекарства, которые разжижают кровь, и установили взаимосвязь генотипа и метаболизма. От того, как тело перерабатывает вещества, быстро, медленно или нормально, многое зависит. Проблема заключается в том, что для этих разных продуктов нужна разная доза. Вот у людей с медленным метаболизмом варфарин со временем кумулятивно накапливается в организме, и это может приводить к внутренним кровотечениям и даже к более серьезным последствиям, включая и смертельный исход. Поэтому там это очень важно. Кроме того, новосибирские ученые исследуют, что происходит с лекарствами, когда они хранятся в разных условиях. На столе у пациента, в аптеке или косметичке от этого тоже зависит эффективность лечения. И качество образцов крови пациентов имеет большое значение. Сейчас одна из главных задач — разработать оптимальный метод отбора и хранения биоматериалов. И, пожалуй, самое перспективное — это использование вот таких сухих образцов плазмы крови. Дело в том, что их жидкие аналоги портятся всего за пару часов, и хранить их нужно только при низкой температуре. С сухими образцами такого не происходит. Этот метод продляет жизнь биоматериалов до нескольких месяцев. А это значит, что получить персональную помощь и персональное лечение смогут даже жители отдаленных сел и деревень. Ученые получают результат, работать с которым смогут как медики, так и фармкомпании. Но главное звено — это, конечно, врачи, которые должны правильно собрать образцы, интерпретировать результаты исследований и подобрать протокол терапии. Как лекарства усваиваются организмом, с какой скоростью выводятся, в каких концентрациях действуют. И почти у каждого человека эти параметры немножко плавают. У каждого пациента будет его собственная доза, его лекарства, которые действуют у него лучше всего. То есть это действительно персонализированная медицина. То есть каждого человека лечат не по единому протоколу, а по конкретному, подобранному для него протоколу. Имеет значение и вовлеченность пациентов в процесс лечения. Исследования нужно проводить не один раз. Важно узнать, как ведет себя организм под воздействием лекарств в динамике. Если все слагаемые сложатся правильно, результат превзойдет ожидания. Арина Штоколова, Евгений Агеев, Новости ОТС.